От переломов до онкологических заболеваний и патологий в костях. Каждый рабочий день Владимира Кровецкого не похож на предыдущий. То он проводит сложнейшие операции на позвоночнике, то принимает роды. Только вот пациенты у врача не совсем простые. Наверное, процентов 85 занимают кошки-собаки. Есть пациенты, которые, ну, для меня они экзотические, когда приносят какого-то утёнка, когда звонят, говорят, что мы хотим там козу показать. Еноты уже, конечно, не редкость. Кто-то приезжал с игуаной, но проблема была не ортопедическая. Владимир признаётся, работа приносит большое удовольствие. А ведь в юности выбирал между спортом и музыкой. Но родители настояли – сын, будешь ветврачом. Профессия оказалась по душе. Пациенты – это не люди, это постоянные загадки. А некоторые – это загадки со звёздочкой. Никто тебе не скажет, что болит, или там я хромаю, потому что у меня там спина болит. Ты должен это сам догадаться, додуматься, происследовать, прощупать, выявить что-то, что-то найти. Работа сложная и очень интересная. Чтобы рассказывать об историях из практики, минский доктор Айболит завёл блог в соцсетях. В постах необычные и сложные случаи, советы тем, кому нужна помощь, и просто забавные фото с пациентами. Говорят, что медицинский врач лечит человека, а ветеринарный – всё человечество. Ведь спасает он четвероногих тоже для людей, чтобы они продолжали радовать своих хозяев. Например, как кот Пусик. И он тоже блогер. Эксперименты, расследования и даже собственный сериал. Видео на YouTube-канале Кота набирают десятки миллионов просмотров. За жизнью Пусика наблюдают во всём мире. От Индонезии до Америки. Пусик живёт в Минском районе. Он актёр, у которого есть личная съёмочная группа. Сценарист, режиссёр, оператор, продюсер, инженер видеомонтажа. Всё это один человек – хозяин кота Вячеслав. Что ж, пожелаем коту ещё больше подписчиков и крепкого здоровья. А нашему ветеринару – добрых и благодарных пациентов. Екатерина Мысливец, Вадим Карпович, Глеб Волков. Наше утро.